Чтобы показать исторические здания, соборную площадь. А вы, ребята, куда были? Куда же. Тоже показать соборную площадь. То есть, вот вы живете на ГПЗ, и фактически нету ничего в вашем районе, что можно показать? У нас в районе? Да. На самом деле, буквально в 200-300 метрах от района ГПЗ находится замечательное историческое место. То место, откуда пошел один из вологодских брендов нашего города. Мы все знаем, когда говорят вологодское, говорят, что это масло, а еще что это кружево. Так вот, откуда же появилось вологодское кружево в Голокте? И почему оно вдруг стало таким популярным? На самом деле, оно появилось именно в Ковыринском сельце Ковырино. Что такое сельцо? Сельцо — это значит деревня, где нет церкви. Так вот, это сельцо Ковырино было усадьбой помещиков Засетки, когда в 1815 году Варвара Засетская взяла и открыла там первую мастерскую кружевную. То есть в Вологда пошла, на самом деле, кружево в Вологде появилось именно здесь, рядом с тем местом, где вы живете. И вот этот садово-парковый ансамбль, разбитый также в том же 18 веке, было выкопано несколько прудов. Кто, если помнит, знает, сколько было прудов в Ковыринском парке? Три, четыре, кто больше? На самом деле, их было пять. Это была большая территория, 10 гектаров. Здесь чуть позже были сделаны сыроварни. И коровы, которые использовались заседскими для производства сыра, впоследствии стали основным дойным стадом для производства первого вологодского масла. На самом деле, Ковырин связан с двумя брендами, не только с кружевом, но и с вологодским маслом. И вот эта историческая часть города, удивительная совершенно, что она сохранилась, на самом деле может попасть под застройку. Сейчас уже пересох один пруд, по сути дела остался последний, только два аппетита. А самая большая проблема этой территории – станция ЮНАТОВ. Вот если кто-нибудь проходил мимо этого забора, видел, что там растет. Ворщевит, да. Вы знаете, чем опасен борщевит? Это упасть и жанр.